Один из сложнейших этапов моей жизни. У меня был момент, что мне нечем было оплатить за квартиру. Все возможно, вселенная поможет. У меня были очень сильные с лицом проблемы. То, что вы узнаете сегодня в видео, может изменить вам всю жизнь. Ну что, друзья, начнем это видео. Благодарю Богу за то, что он дал мне возможность сейчас записать это видео для вас. Благодарю за то, что погода соблаговолила. И вышло солнышко, закончился дождь. И это невероятно. Мы сейчас находимся на Гоа. На Гоа сейчас не за всем сезон. Утром и вечером всегда дожди. Но иногда бывают вот такие вот прекрасные моменты, когда выходит солнышко. Все, кто только зашли на мой канал, приветствую вас. И я уверена, что вы не просто так на это видео зашли. Оно вам в любом случае даст много осознаний. И возможно, вы останетесь со мной надолго. Возможно, нет. Я все равно вам благодарна. И приветствую также тех, кто уже давно знает меня. Сегодняшнее видео, оно будет о моих внутренних изменениях. О том, что же произошло со мной за время отсутствия. Какие трансформации со мной происходили. В то время, когда вы писали мне комментарий, Виолетта уже не та, где та жизнерадостная Виолетта, где тот контент, который был. И я всегда чувствовала глубиной души, что да, это не то, что я бы хотела показывать. То, что вы узнаете сегодня в видео, может изменить вам всю жизнь. И вы уже не будете прежними. Но начать прежде всего я хочу не с того, что сейчас происходит со мной, а с того, как я к этому шла. Потому что во многом тот путь, который я проделала, возможно, будет вам полезен. Возможно, вы находитесь на каком-то из трудных этапов вашей жизни. И именно сейчас вам нужна та самая поддержка, тот самый ответ на вопрос, что делать дальше. Я вам скажу, все будет классно. Верьте мне, смотрите это видео до конца, я уверяю, что вы не пожалеете. Не забывайте ставить свои пальцы вверх, подписываться на канал. Ну, а я рядом с морем, рядом с зеленью, на природе. Так как я и мечтала это снять, мы начнем с вами. Поехали! Наверное, впервые за всю историю канала я без макияжа. У меня есть только брови, чуть-чуть накрашенные, и все. Я в конце видео расскажу вам, почему это произошло. Это тоже очень такой большой волшебный секрет. Начнем с того, что все мои изменения, они, естественно, уже были с самого рождения. Но я их разделила на подэтапы. Первый этап, который я обозначила, это был этап детства. Здесь мы пробежимся с вами к тому, как я пришла к тому, что есть сейчас. Это именно гармония в душе, это счастье непередаваемое. Когда вы практически 24 на 7 чувствуете себя волшебно. Итак, детство. Оно у меня характеризуется такими вещами, как моя бабушка. Ну и вообще в целом моя семья. Я каждому члену семьи, каждому человеку, который был в роде моем, благодарна за то, что я такая, какая я есть. Даже тем моментам, которые мне не нравились раньше, потому что только они меня делали сильнее. И благодаря им я становилась лучше и лучше. Но я всегда вспоминаю свою бабушку. Она у меня актриса, и она всегда меня настраивала жить позитивно, наслаждаться жизнью. И она всегда в трудные моменты, трудные моменты для подростка, для меня, когда я получала двойку. Или когда там с парнем у меня что-то не получалось. Она всегда говорила мне много фраз. Но одна из них запомнилась мне очень сильно и запала мне глубоко в сердце. И всегда мне помогала. Может быть она будет помогать вам сейчас. То есть я буду давать им какие-то инструменты, которые, возможно, именно сейчас вам нужны на этом пути. Во-первых, все, что не делается, все к лучшему. Если так произошло, значит оно так должно было и быть. И также она говорила, когда я приходила в связах к ней, бабушка, бабушка, я получила двойку, что мне делать? Пусть это будет самой большой неприятностью в твоей жизни, вы скажете. Что за негатив? Через негатив. Там через негатив тоже можно приходить к положительным эмоциям. И я такая думаю, да. Она говорит, если это двойка, да, это для тебя самое такое плохое, ты настолько расстроен из-за этой двойки. Пусть это будет самым плохим, тогда что получается? Тогда все, что будет после этой двойки, ты будешь воспринимать вообще как ерунда. Если брать точку отсчета, самая негативная эмоция, это двойка. Получив тройку, ты уже думаешь, слушай, ну я уже двойку получала, это самое худшее, что могло быть со мной. И сегодня самый худший момент, значит все остальное будет в жизни прекрасно. Да, вот такой логики мы отталкивались, но это работало. И очень многого мне заложила в меня моя бабушка. Есть такое, что там внучка такая, мама на нее наругалась, или папа, и она идет бабушке, и такая, бабушка, бабушка. И у меня всегда бабушка была таким человеком, к которому я проходила такая, бабуля. Она не обвиняла меня в чем-то, она через любовь учила меня. Она говорит, да, 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 ну да, мама, допустим, была не права, но ты же тоже была не права. То есть она, зная, что у ребенка есть вот это завышенное эго, что ему кажется, что все вокруг него неправы, она своей мудростью говорила сначала, что да, и этот человек неправ. Ну, а ты вот в глубину до себя взгляни, да. И так она тонко это делала, что, ну, просто не было, не было возможности ни обучаться, ни становиться лучше. И в любом случае я благодарна каждому члену своей семьи, чтобы, кто смотрел, смотрит это видео сейчас, понимали, что это не значит, что бабушка только на меня повлияла. Просто именно я хотела бы затронуть ее в этом видео. И всем остальных благодарю. Далее. У меня всегда с детства была мечтательность. У меня очень сильная с детства вера. Не знаю откуда, может быть от папы, может быть от мамы, может от бабушки, не знаю от кого, но я всегда, я верила в потусторонние, в волшебство, в магию, да, то есть, ну там, что Дед Мороз. Я никогда не была скептиком, никогда не была тем, кто все отрицает. Я верила во все. И эта наивность, она очень нужна каждому человеку в современном мире в данный момент. Я вам расскажу, почему потом я поняла, что вот эта наивность, она сыграла мне, она мне всегда помогала, но были моменты, когда она была слишком. Второй этап, который я выделила для себя, это тот момент, когда я была подростком. Я очень много говорила на своем канале о книге «Секрет». Книга «Секрет» и фильм «Секрет» перевернули полностью мое осознание, за что я благодарна своей маме, потому что именно моя мама посоветовала мне эту книгу читать. Она сама следовала принципам, которые были написаны в книге. Однажды я увидела, как она прыгала со стула, кричала, кукаря, ой, не кукаря, не кукаря, она кричала, она кричала, поперла. Можно сказать, делала аффирмацию, да, не знала, что может она называется аффирмация, но она делала то, что практически задания, какие давали в этой книге. И, естественно, я, глядя на нее, глядя на ее веру, как на нее все сбывалось, она рассказывала об этом, я тоже в это поверила и начала применять. И законы вселенной стали для меня чуть ли не самой большой истиной. В подростковом периоде, грубо говоря, пропагандировала. Всем запоминалась, как человек, который постоянно улыбается и позитивный. Так оно и было. Я не сильно страдала, но часто печалилась. Это отражалось на определенных аспектах моей жизни, об этом попозже. В тот момент, когда я начала читать фильм «Секрет», я начала тоже читать аффирмации, я начала визуализировать. Первое, что я научилась, это визуализировать свои желания, прописывать их. У меня даже была такая практика на Рождество. Это, кстати, было до, по-моему, книги «Секрет». Я вообще эту практику, наверное, сама подумала, где-то увидела из нее часть и уже сама ее дополнила. В чем заключалась эта практика? Нужно было на 10 листочках написать 10 своих желаний. И в рождественскую ночь положить их под подушку. И на следующее утро достать 3. Эти 3 желания должны в течение года сбыться. У меня было всегда стремление к введению личных дневников, за что я безумно благодарна Господу Богу и тому, кто это мне привил привычку. Или она у меня была с рождения. Ну, как-то так, что у меня постоянно везде лежали разные дневники. До сих пор я их веду. Не могу их закончить вести, потому что они мне дают невероятную энергию. Я с самого детства записывала свои дни. Я недавно открывала блокнот и там, сегодня я увидела его. Я любила его, но даже не посмотрела на меня. Настроение было на нуле. Ну, ладно, так я написала, наверное, я расстроилась. Далее были глубокие мысли. Там всегда были переживания насчет молодых людей, что, в принципе, волнует очень многих в этом возрасте. Эти дневники помогали мне понять лучше всего себя. Вернемся к вере. И вера у меня всегда была очень сильная, поэтому все желания сбывались. Причем сбывались не только те, которые на трех листочках, но и остальные все десять. Я об этом рассказывала всем. Многие на меня смотрели странно, особенно в школе. Не воспринимали мою гиперпозитивность. Тогда я этого не понимала. Меня это расстраивало немножко, потому что я думала, что все должны быть такой, как я. Но это не так. Не все должны быть такой, как я. Это лишь мой выбор, каждого человека выбор. Но меня расстраивало. Расстраивало, что многие считали меня какой-то не такой и неверливой. А я говорю, друзья, это реально работает. Но не нужно было никому доказывать. Это я поняла чуть позже, естественно. Я очень много посещала разных лагерей. В них я могла творчески самовыражаться. И тоже там получила много навыков по коммуникации с людьми. У меня очень сильно был развит навык слушания. То есть мне всегда действительно интереснее людей слушать. А это считается вообще одной из основных, грубо говоря, стратегий успешности. Об этом говорится в книге Дейла Карнеги. Как заводить друзей и оказывать влияние на людей. И об этом и говорится в священных писаниях. Что первая стадия, если вы хотите научиться достигать успеха посредством божественности, посредством каких-то определенных духовных практик, то вам в первую очередь нужно научиться слушать. Я любила слушать и сразу применять в жизнь. Я применяла очень часто неосознанно. Все, что слышу, то и применяю. От этого у меня был больше результат, чем у других людей. От этого я могла много на грабли наступить, но зато я это все сразу делала. И также я очень любила посещать тренинги. Я уверена, что у каждого в городе, у тебя в городе, у каждого, да, есть какие-то образовательные тренинги. Слушайте, так, когда расскажешь свою историю жизни, ты понимаешь, что нужно либо тут час рассказывать, либо кратко обо всем, да. В какой-то момент я начала замечать, что мне чего-то не хватает. Осознание ко мне пришло на дне тренингов в Калининграде. Я еще была на тот момент вилкой. Если, кстати, помните то, что я была вилкой, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто еще в самом давнем времени со мной. Буду рада вас видеть. Безумно благодарна, если вы до сих пор меня смотрите. Сейчас, кстати, я уже не чувствую себя Ви. То есть у меня был период, когда я была вилкой. Мое прозвище в лагерях. Потом я выросла из этого прозвища. И мы придумали новое. Я стала Ви. И сейчас я уже не Ви. Я уже нечто большее. Я Виолетта Мауэр. И пока я... Ну, никнейм я не буду менять. Я есть, как меня назвали, да. На дне тренингов мы делали практику по тому, как узнать, в правильном ли ты находишься окружении или нет. И что показала мне эта практика? Я про нее вам тоже рассказывала. Вы в любом случае ее слышали. Эта практика говорит, что вам нужно взять пять людей из вашего окружения. Если вы ее не делали, я вам от сердца к сердцу рекомендую ее сделать. Она может вам многое показать и открыть. Получите большие инсайды. Берете пять человек из вашего окружения, близких людей, с которыми вы чаще всего общаетесь. После этого пишите напротив каждого человека и напротив его имени их доход. Далее вы суммируете доход всех пяти людей. Мама, папа, это тоже считается. Если они для вас близкие люди, суммируйте их. И после этого разделите эту сумму на пять. Получится та сумма, которую вы по праву достойны зарабатывать. О чем это говорит? Это говорит о том, что не суть того, что вы должны общаться с людьми, которые зарабатывают большие суммы денег. Но заработок очень много говорит о человеке, если он сейчас не на духовном пути, если он сейчас там... Есть определенные вещи, когда человек реально уходит, допустим, в духовность, и он пока на время говорит, я хочу изучить духовность, мне пока хочется с денежной сферой меньше сталкиваться. Но есть моменты, когда действительно напрямую ваш заработок связан с вашим положением в обществе. Моя цифра была около тысячи рублей. Какое было мое удивление, именно меня это потрясло, я поняла в тот момент, что не суть, что я нахожусь в плохом окружении, но я как будто бы из него выросла. Я настолько много начала посещать тренингов, общаться с людьми. То есть я всегда росла до сегодняшнего момента посредством общения с людьми, посредством получения информации от них. И это так же, как один из методов роста. Я понимала, что я выросла из своего окружения. В голове был единственный вопрос. Виолетта, а где мне найти новое окружение? Где мне найти тех людей, с которыми мне будет комфортно? Которыми мы будем вместе развиваться, обучаться, саморазвиваться, путешествовать и делать что-то глобальное? Не просто ходить в кафе, общаться на сплетничать и общаться на какие-то узкие темы. Нет, в этом нет ничего плохого. Я ничего не осуждаю. Я имею в виду, что мне хотелось большего. Вот эта тяга к большему, она, сказать честно, перевернула вообще все, что у меня было в жизни. Я благодарна тому, что Господь Бог дал мне вот это чувство внутренней, тяги к большему. Тогда неосознанно я начала сама задавать себе внутренние вопросы и самостоятельно искать ответы на них. С того момента я начала искать. Я начала искать единомышленников. И я нашла. Потому что тот, кто ищет, тот всегда найдет. Я рассказывала вам, кто помнит, вы можете посмотреть видео, сейчас здесь прикреплю, о моем изменении в жизни, о том, как я похудела. Там больше говорится о моих внутренних изменениях в плане отношения к питанию. И там затрагивались вопросы именно трансформации в плане медитации, йоги, но не настолько глубоко, как я бы хотела с вами поделиться сейчас. Но вы можете посмотреть это видео. Это видео было записано, по-моему, два года назад. Чуть позже, я думаю, я смогу, если вам интересно, записать более глубокое видео на тему питания. Сейчас мы не о питании говорим, сейчас мы говорим больше о трансформациях мышления. В тот момент, когда я начала искать, мне начали попадаться на глаза знания, которых я раньше не видела. Но в первую очередь меня заинтересовали знания о вегетарианстве. Благодарю Господа Бога за то, что он мне открыл знания Романа Милованова. Он в многом случае явился моим первым интернет-учителем. Мы с ним не общались именно напрямую, он меня не обучал, но его видеоролики на Ютьюбе дотронулись до глубины моего сердца или души, если так сказать. Он снимал короткие ролики. Он снимал ролики, которые заходили в тренды, а за счет того, что он снимал все очень простым языком, подтверждая это фактами из книг, из каких-то исследований, что не могло меня не привлекать. Он рассказывал о том, что мясо вредно, молоко вредно. Я не буду сейчас углубляться в этом. Я приняла решение, что я больше не буду ест мясом. Кстати, именно очень много у меня происходит моментов, когда я это принимаю решение. Сейчас я тоже не ем мясо. Я приняла для себя решение. То есть, на самом деле, очень многое зависит от решения. Кстати, у Ильи, я чуть позже расскажу, кто это. Если вы не знаете, на канале есть видео по принятию решения. Я тоже оставлю ссылку в описании. Так вот, я приняла решение и когда я принимаю решение не ест мясо, тоже очень многое происходит изменения. Но вы должны понимать, что отказ от мяса это не значит, что вы стали духовным. что многие думают что а вот я откажусь от мяса и ко мне приходит осознание но это не совсем так потому что вообще в мире нету вообще чего-то плохого мы к этому также путем позже но вы должны понимать это лишь ваш выбор есть мясо или нет мой выбор не есть потому что определенные причины потом расскажу так вот и я начала искать и поняла что несколько не гради людей которыми я могу с которыми я могу на эту тему вообще поговорить не то что там ну команду собрать вегетарианство правильному питанию нет вообще нет такого человека и я не знаю каким образом благодарю господа за это я на инстаграме нашла человека у него было написано в инстаграме я вегетарианец семьянин бизнесмен я просто ему написала в инстаграме стося с первого сообщения ему описала свою проблему мой плюс в том что я реально искренне очень да и сказал давай встретимся и он сказал да потому что он был сетевик из анеля кстати очень многие люди отвернулись от меня когда я начала заниматься сетевым бизнесом я ни в коем случае никого не обвиняю я никого не сужу я благодарна всем людям которые ушли и благодарны всем кто остались потому что это выбор каждого человека но на том этапе да я не веню себя потому что я знаю что я слишком много говорила об этом мне действительно этим горело и до сих пор всех если вы до сих пор негативно к этому относитесь и вы не принимаете чужое мнение сори да я до сих пор ем нждиет уже три года и мне не страшно об этом говорить если вы научитесь уважать мнение каждого человека ближнего к вам то и вас будут уважать просто примите это так вот мы назначили встречу в рейдисоне в эту встречу я встретила своего нынешнего мужа но в тот момент я была в таком энергетическом состоянии вообще не принятия себя очень странно это было потому что я не такой человек то есть со мной что-то произошло что я не могла это объяснить потому что я всегда позитивчик то есть я и оставалась позитивный но внутри меня всегда вот было вот это чувство что я что-то себе не принимаю соответственно я это транслировал на других людей и они также меня не применять не принимали в каких-то областях жизни мы встретились ильей то встреча она была просто волшебной он нес с собой очень позитивную энергию он начал говорить о медитациях и меня понесло я поняла в глубине душа моя начала радоваться волшебным образом потому что да 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 он говорит о команде он говорит о объединении он говорит о людях которые у него в команде о том что он обучает людей что можно тоже обучаться что они встречаются каждую неделю что происходят какие-то встречи я такая господи да и пожалуйста друзья я хочу еще раз ответить очень многим на вопрос или не на вопрос или на ваше убеждение развею ваш миф айки плюс наше сообщество да которая существует уже около семи лет это не нл сложилось такое впечатление что айки плюс равно нл то есть айки плюс это просто под командованы нет айки плюс это вообще не связано ни с каким заработком то есть айки плюс это просто объединение людей стремящихся саморазвиваться и становиться лучше в айки плюс есть разные люди и у нас есть много разных направлений инвестирование блогерство сетевой бизнес творчество недвижимость медитация вегетарианство йога так далее то есть много направлений и каждый человек выбирает что он хочет есть платное обучение и бесплатное обучение есть продукты да там подушка для медитации курсы обучающие как стать видеоблогером да как стать instagram блогером можете кстати зайти у меня в описании все будет все ссылки почему я говорю сейчас об нл и потому что именно нл и вегетарианство меня связали и поставили на путь истины так сказать за как так сказать но я имею ввиду они меня вот к этому привели если бы не нл мы бы с ильё сейчас не были скорее всего вместе потому что только за фоне нл только того что мы там объединялись мы создавали команды у нас был общий интерес он достал шекер с нл он начал есть его при мне почему он не может себе позволить любую еду в этом кафе он же может это сделать но он есть нл это было в моей голове мысли естественно меня это повлияло и мне не нужно было никакие приводить аргументы чтобы я купил этот продукт я взяла и на следующий день или через день пошла и купила почему потому что я одну у меня была очень сильно боль внутри я искала все возможные варианты благодаря которым я могла бы похудеть благодаря которым я могла бы то есть знаете такое состояние когда вот все что угодно скажи и человек может это сделать вот я была готова но так как я увидела в илье авторитета который еще и мудрый авторитет не просто мне ерунду какую-то советую да я пошла и купила и реально я похудела не будем на этом заострять внимание я похудела и я начала параллельно с этим обучаться у меня появилась книга мудрости я начала изучать финансовую грамотность начала медитировать а в каждой сфере я смогу вам записать отдельные ролики по вашим запросам я начала заниматься йогой я начала приходить к осознанному интуитивному питанию правильному питанию потому что мы очень часто общались с ильей и на меня очень сильно влиял пример когда вы в компании находитесь и все в компании не едят сладкое со временем вы будете в этом варить скорее всего вы тоже перестанете есть сладкое это доказано очень очень много начните общаться минимум месяц какой-то определенной команды от компании которая примеру не пьет алкоголь а вы пьете вы перестанете его пить вы не сможете вы просто не ваши вибрации да с этой командой и с этими людьми не будут совпадать и вам придется либо покинуть эту команду либо стать такими как они то же самое сложилось со мной илья вообще нигде не ел не сахар не он даже по моему он тот момент мясо нет мясо ел но какой-то период он не ел мясо мои финансы пошли вверх я поняла основу инвестирования начала по ним действовать я начала откладывать деньги до этого момента я никогда не откладывала всегда я получала сумму и тратила ну то есть мне я ни в чем не нуждалась я не страдала то что мне что-то нет но как только у меня приходила какая-то сумма она куда-то исчезала я думаю что вы меня понимаете и у вас возможно до сих пор то есть так вот могу снять тоже отдельное видео по поводу книг которые я читала первое правило которое там 10 процентов я начала откладывать я начала инвестировать на меня я чувствую себя прям какой-то ей мне 18 я девушка я уже инвестирую я уже сколько делаю и прямо так все шло 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 у меня появилась команда единомышленник то есть точно мечтала мы каждую неделю собирались с ребятами обсуждали что произошло у нас нового за это время делились инсайтами делились книгами делились настроением позитивом это был как наш ритуал каждый недельный но не все было так гладко как кажется я об этом не всегда может быть вообще не говорила были недопонимания в семье в те моменты когда я познакомилась с сообществом аки плюс я начала заниматься сетевым бизнесом и приносить домой коробки с продуктом я начала медитировать по сути я делала все правильно да я себя улучшала перестала и сладкое пристала есть мясо что думали мои родители ну наша девочка походу попала в секту не буду сейчас углубляться те моменты потому что я считаю что прошлое есть прошлое надо жить настоящим даже не будущему настоящему ты на этой секунды поэтому я не буду говорить вам какие через какие трудности мне пришлось пройти но это было тяжело тяжело морально потому что у меня домой я не могла зайти просто потому что энергетика не принятия даже если родители ничего не говорили они я понимаю они меня любили в тот момент и они меня сейчас любят но они хотели мне добра по их нему мнению и это нормально когда у меня будут дети возможно я что-то тоже не буду понимать я благодарю своих родителей за то что они такие какие они есть самом деле многое было во мне я не принимала людей не принимала свою семью я там я искала счастье вне и это знаете что самое смешное что важно принимать всех но я очень благодарна этим моментам потому что именно благодаря им меня побудила на переезд на то чтобы жить одной и это было тоже великолепное время мы должны любить своих близких но мы должны также свою жизнь строить так как мы ее хотим строить потому что если нас не принимают нам нужно ну учи в другой дом это нормальное дело да но я тоже не осуждаю тех людей которые живут до сих пор с родителями вот их выбор но есть просто определенные истины которые говорят что все-таки сын дочь должны отделяться уже от родителей в какой-то период жизни несут что они их не любят просто уже так оно есть это как истина да я переехала от родителей мне не в не был не супер был большой заработок я зарабатывала большую сумму с ютюба с инстаграма да больше всего с ютюба большие компании рекламные были у меня но я очень много откладывала и был момент когда я вот приняла решение переезжать господь бог дал мне возможность я думал что это вселенная еще раз повторюсь да мне илья сказал просто представь да что ты хочешь завизуализируй запиши и так будет я записала и по моему в этот же день я нашла квартиру при помощи риэлтора нашла классную квартиру те кто помнят знают она такая была маленькая уютная ну кстати не маленькая такая очень уютная для меня это был волшебный период я ему благодарна было немножко тяжело в начале свыкнуться с тем что мне каждый месяц придется платить за эту квартиру вообще в большей степени я боялась именно переезда только потому что мне думал мне казалось что я не смогу себя обеспечить получается я была зависима от родителей я этого не хотела я хотела уехать вообще у меня такая была знаете основная цель про моей жизни это доказать всем мне прям везде до в инстаграме на ютюбе игру я хочу доказать миру что все возможно вселенная поможет что вы можете сами все делать сами меня прям была знаете такая миссия миссия была у меня такая чтобы люди поняли что я сама всего добиваюсь в этом нет ничего плохого но я прям это в прям настолько это преувеличил что вот смотрите я сама цветала на шри-ланку два месяца жила на свои деньги смотреть я камеру себе купила сама на свои деньги сейчас я за принимаю я это люблю в себе да это хорошее качество но тогда я это не осознавало дело сверх нормы я этим можно сказать и гордилась до гордилась можно гордиться ну в у меня у меня был момент что мне нечем было платить за квартиру там такое было я отдала движима страхом я знаю что многие в этом мире были движимы страхом двигаются страхом и будут движимы страхом но они могут прийти к тому, что можно двигаться не от страха, а от любви. Перейдем к следующему этапу. Этап работы со страхами, с родом, с женственностью, с курсами, с благодарностью, с обидами, эго, слезами и страданиями. В общем, это был один из сложнейших этапов в моей жизни, когда я начала работать со своим эго. Я могла сделать выбор и сделать это проще, но нет. Нет. Мне нужно было пострадать. Я думаю, ни для кого не секрет, что то, что мы транслируем в мир, то мы и получаем обратно. И я очень много чего транслировала в мир и получала это и в отношениях в личной жизни, и в отношениях с друзьями. У меня их, по сути, их было очень много, но их не было. Я была погружена полностью с головой в монтаж. Мне было вообще неинтересно ничего в этом мире, кроме своих интересов. Я думала только о себе. Да, думать о себе это круто, это правильно, это нужно. Но в граммках приличия я думала лишь о своем комфорте, о своем эге. Жила миром ютуба и инстаграма. В этот момент я не понимала ни себя, ни других. Вроде бы все шло хорошо, но внутри меня была такая пустота, которую я не могла ничем наполнить. То есть все становилось то прекрасно, замечательно, все шло какими-то скачками. Знаете, я про это сейчас говорю и понимаю такое ощущение, что я не о себе говорю, потому что очень многое изменилось, поэтому я не могу прямо углубиться в эти чувства, эмоции и не хочу, собственно. Просто если в двух словах позитив-негатив, позитив-негатив, супер-позитив-супер-негатив, супер-позитив-супер-негатив. Меня спасали всевозможные практики, медитации опять же, все, что мы делали с Ильей, да, он меня обучал. У нас было очень-очень много определенных моментов в отношениях, которые я не буду выносить на камеру, но я скажу, что работали каждый со своим эго. Так как когда две личности встречаются в отношениях, они либо выбирают путь расти вместе, либо полностью друг друга принимают, но принимать можно, но все равно нужно развиваться, да. И есть отношения, именно в которых люди растут. Так вот у нас постоянно рост. Если кто-то растет, то другой его догоняет, но вместе мы идем. Я забыла рассказать про конкурс Мисс Россия, потому что я про него рассказывала, вы можете посмотреть видео, также оставлю ссылочку. В двух словах, я мечтала об этом, я попала на конкурс, я немножко разочаровалась, потому что поставила Мисс Россия конкурс во главу всея моего существования. И когда я туда попала и увидела много-много чего, именно нет, мне очень все понравилось, я очень счастлива, что побывала там, и за весь опыт благодарна. Но моя маленькая такая площадь была в том, что я поставила как свою главную миссию, что ли, как свою главную цель на этом конкурсе побывать. То есть у меня не было никакого дальнейшего желания или дальнейшей какой-то цели, которая пройдет через всю мою жизнь, которая будет наполнять меня смыслом жизни. Когда я побывала на конкурсе, я поняла, что все, у меня упустились руки. Не потому что я не выиграла, не заняла первое место, а потому что мне больше некуда стремиться, по сути. Все мои похудения, все мои какие-то изменения, как будто бы были только ради этой цели, и вот ее добился, как, знаете, добиться заработка, денег, у Ильи. Я не буду рассказывать про его историю, потому что, может быть, если он согласится, мы как-нибудь вместе расскажем более глубоко все, что было в отношениях. И вообще, если вам интересно, напишите в комментариях. Я думаю, что мне прямо сейчас идея пришла в голову, почему бы нам с Ильей вместе на моем канале не снять видео, может какие-то вопросы отвечать. Потому что он сильный эксперт в области отношений мужчины и женщины, медитации и всего-всего. Ну, это мой учитель может сказать. Поэтому будет интересно. Если хотите, напишите в комментариях, что Илья, давай на канал к Виолете. Когда я вернулась домой, а я же после переезда, я квартиру свою сдала. Зачем я ее сдала? Для того, чтобы как символ сделать это, как знак, что мне некуда возвращаться, значит, я стану мисс Россия. Вот, смешно, но, да. И когда я вернулась, я сначала на время жила с родителями. И потом я переехала жить вместе с Ильей. И вот там-то начались мои самые главные проработки. Потому что если с родителями я могла от них убежать и ничего не делать с собой, то в отношениях такого не может быть. Ты либо работаешь над собой, либо вы расходите, потому что отношения без роста, они очень сложные будут. И, конечно же, я работала. Вот эти все-все-все штуки. Первое, что произошло, мы начали изучать прощение. Мы научились друг друга прощать. Это я кратко. Второе, мы попали на энергетический курс. Он длился 20 дней. Также оставлю ссылку, если вам интересно конкретно услышать систему изменения после него. Инстаграм заливал, там 40 минут ролик, поэтому здесь не буду рассказывать. Изменилось после этого то, что мы, наконец-таки, пришли к какой-то гармонии в отношениях. И улетели на Бали на три месяца. На Бали было просто волшебно. Это был мой первый такой опыт жизни вместе со своей второй половинкой за границей. Я жила в Шиланке два месяца, но это был, конечно, прям трэш. Там у нас было намного комфортнее. Все, вы можете посмотреть в моем инстаграме, кстати, подписывайтесь обязательно. Там у меня много классных фотографий, волшебного контента. И в телеграм-канал, кстати, подписывайтесь. Там тоже часто говорю свои инсайды. На Бали мы вообще стали другими людьми. На нас очень сильно этот остров повлиял. Мы начали слышать друг друга, мы начали прислушиваться к друг другу. И действительно, Бали это волшебный остров. Если вы там не были, то поставьте себе цель побывать там. Потому что там невероятная энергетика. Там сбываются желания вмиг. Но и негативные мысли тоже сбываются вмиг. Об этом тоже запишу, наверное, отдельное видео. Там в один момент у нас ноутбук пропал, сломался телефон, там билеты слетали. В общем, много-много всего было. Там же мы и познакомились с молитвой. Мы узнали, что болицы молятся три раза в день. В шесть утра, в двенадцать утра и в шесть вечера. Очень глубоко ушли в тему благодарности. Начали вслух друг другу благодарности. Говорить, в общем, мы перешли на новые вибрации позитивные. И почему меня долго не было или периодически я появлялась? Потому что я в основном работала только над собой. Но вот все, что я делала, это практически каждый день я работала над собой вообще. На Бали мы также начали читать молитвы в конце уже нашего путешествия. И мы начали приходить к Богу. Мы перестали бояться слова Бог. Это перестало для нас быть каким-то таким страшным. Раньше мне было страшно это слово называть. Я заменяла его словом вселенной. Я заменяла это всем, чем только возможно. Но я еще говорила, что для кого-то это Бог, для кого-то любовь, для кого-то вселенная. Для меня это сейчас Бог, Господь. И я могу тоже дальше снимать видео на эту тему. Когда мы прилетели в Индию, мы сейчас в Индии, произошел окончательный момент моего подтверждения моей веры в Бога. Я опять же говорю вам, я не боюсь, что сейчас многие могут это не принять, это знание. Могут сказать, что ты пропагандируешь что-то. Я готова, я еще раз скажу. Я ничего не пропагандирую. Я всегда с вами делюсь всеми своими изменениями. Либо в режиме онлайн, либо вообще всеми мыслями. Все, что происходит внутри меня. Я буду очень рада, если вы сейчас, даже если вы это не верите, просто примите это как должное. Примите, что есть такое мнение, у кого-то другое мнение. Я это принимаю. Но в один прекрасный момент мне было очень тяжело. Я реально пошла на процедуру до полета в Индию. Я плакала, рыдала. Я не понимала, потому что у меня было все. У меня и сейчас есть все. Но страдание не покидало меня иногда. То есть какая-то была дыра в душе. И вот эта дыра в душе заполнилась Господом Богом. Верой в то, что все хорошо. Что Иисус Христос, Он уже все отстрадал за нас. Он принял все наши грехи на себя. И сейчас мы можем просто наслаждаться жизнью. Мы благодарны Богу. И действительно молитвы работают невероятной силой и мощью. Я обещала вам сказать, почему я сейчас без макияжа. Я попросила Господа Бога позавчера. У меня были очень сильные с лицом проблемы. Я ходила месяц после бали к разным. Ну вообще все, что угодно делала. Ничего не проходило. И только позавчера я попросила у Господа Бога, Господь Бог, пожалуйста, я тебя прошу, ты самый лучший. Папочка, я знаю, что ты сделаешь так, что у меня пройдет лицо и все будет хорошо. И я просыпаюсь утром и у меня ничего нет. Позавчера у меня болел живот. Я попросила у Господа Бога, все прошло. И так раз за разом. И так шаг за шагом. И не суть, что я в это верю лишь потому, что тут уже сбываются мои мечты. Я просто обрела здесь себя. Я чувствую, что моя дырочка, вот эта пустота, которую я пыталась заполнить какими-то вещами сверх нормы. Я думала, что в отношениях, да, отношения мужчины, Бог, да, он, Бог, должен быть в каком-то роде, как Господь для тебя, для женщины. Ты должна с ним быть, как с папочкой. Но никто тебе не заметит Господа Бога. Я очень много прорабатывала отношения с родителями внутри себя. У меня были очень много разногласий. Я проходила энергетические практики, чтобы маму принимать, папу принимать, чтобы не осуждать людей. Я уходила в прошлые жизни. Ну, много чего увидела. И сейчас я понимаю, что истина в том, что есть Господь. И я ему очень благодарна за то, что я сейчас здесь есть. И я, наверное, не могу до конца вам раскрыть свое знание, потому что я только в этой теме начинаю разбираться. Это очень интересно. Мы изучаем книги, молитвы читаем каждый день, изучаем Библию. Услышала одну вещь вот вчера, что Господь это наш папочка. И мне так стало легко, я аж заплакала, я поняла, что да, я могу просить эту любовь у папочки, у папы Бога. И мне не надо искать ее у других людей, заполнять эту яму, пустоту, чем-то едой, алкоголем. Кто чем это заполняет? Я заполняю его верой, любовью. И я в любви, я хочу дарить ее, я хочу развиваться в этом направлении. И я чувствую, что я действительно с помощью Бога я могу излечивать себя. И мне кажется, что, возможно, в каком-то моменте я смогу излечивать других. Я очень счастлива, что я смогла заснять это видео. Я сейчас уже, правда, очень такая прям бессил. Чуть-чуть помолчать, потому что я вам записывала ролик на протяжении, наверное, часа. Это, наверное, самый долгий ролик на моем YouTube-канале. Я очень буду вам благодарна, если вы оцените это видео по достоинству. Естественно, то, как ваше мнение сложится, я не знаю. Можете поставить палец вверх, можете подписаться на все мои социальные сети. И я буду очень рада услышать ваш искренний комментарий по поводу того, что у вас сейчас внутри происходит. Вы можете написать все-все-все. Может быть, у вас какой-то сложный этап. И, возможно, я смогу вам помочь и заснять видео на ту тему, которая вам сейчас именно важна и нужна. Я еще раз благодарю вас за просмотр. Сейчас я учусь быть практически всегда в гармонии и хочу передавать идеи с этой гармонией. Я поняла, что теперь я готова с этой гармонией идти в социальный мир и нести за собой большую миссию. Целую.